Добрый день, друзья! Меня зовут Ирина Дзерюгина, со мной Павел Кулагин и Александр Синёв. А это значит, что вы на канале «Новостройки на троих». Сегодня мы будем освещать комплекс с очень трудным для меня названием. Сейчас я попробую его выговорить. «Хаят Риджинси». Сегодня мы посмотрим, чем же нас удивит ВТБ, что это будет за комплекс, мы пока еще не знаем, поэтому есть небольшая интрига. Посмотрим, чем нас удивят. Делаем ставки, удивят или нет. «Рэд Жэн Си». «Хаят Риджинси». «Хаят Риджинси». «Хаят Риджинси». «Хаят Риджинси». «Хаят Риджинси». «Поехали!» «Хаят Риджинси». 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 « Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, интересный факт. При реконструкции DINAMO его должны были развернуть по требованию FIFA с севера на юг. Но в 2012 году DINAMO не включили в список арен и оставили расположение, как оно было изначально, с запада на восток. Сверху реконструкция напоминает овал со смещением, за что ВТБ-арена получила прозвище Лапоти. Аэропорт, ну я тебе хочу сказать, что это очень крутой район. Здесь живут очень крутые люди. Здесь, я знаю, что здесь много людей военных и людей из науки. И поэтому я бы назвала район аэропорта таким интеллектуальным районом. ЖК ВТБ Хаят будет состоять из 13 корпусов. Получился, наверное, такой уникальный городской квартал. Строительство началось в 2012 году. Комплекс разбит на зоны. Вернее так, с 3 по 5 это офисные здания. С 6 по 12 жилой квартал со своей внутренней территорией, в котором всего 1000 апартаментов. Площадь апартаментов составляет от 40 до 374 квадратных метров. 374 квадратных метра – это самый высокий 24 этаж в 12 корпусе. Паркинг предполагает 2007 машиномест. В 2018 году 56 апартаментов здесь всего находятся. Все сдавались с отделкой. Вся отделка регламентирована была в гостинице Хаят, которая непосредственно у нас в близости находится. То есть, соответственно, все, что они там у себя в гостинице применяют, отделочные метрелы использовала все здесь. Спецификацию по ремонту можете в кабинете брокера найти. Там полностью все отделочные материалы. То есть, все раскиданно. Комплекс вообще в составе ВТБ арены парка как бы находится, но классный гораздо выше. Считаем его как дырюкс, наверное, где же. В комплексе доступны все услуги в гостинице. Начинают, ну, сервис заканчивают химичистками, завтраками, обедами. Все из Хаята. Через второй этаж они соединены, корпуса. То есть, можете с пациентом в халаке пройти фитнес. Соответственно, на все услуги гостиниц скидки 20-30%. В зависимости от того, что для собственников, для резидентов. Ребят, мы в отеле Хаят в баре Ориентал. Что самое интересное? Есть у нас в продаже 20 апартаментов с отделкой Хаятовской. И полностью меблированные. И достаточно хорошего. Кто знает, что такое отель Хаят, тот знает о качестве отделки. В этих апартаментах окна Шуко. Трехкамерные стеклопакеты. То есть, там не слышно вообще ничего. Нужно выбрать только вид. То есть, есть вид и на магистраль, есть вид на парк. Есть разные виды, есть разные планировки. Но все они очень большие. С мастер-спальнями, с огромным количеством гардеробных. Есть и огромные гостиные с кухней. И санузлы с тремя окнами в пол. Плюс премиальная отделка, премиальная мебель и премиальное обслуживание. Цены 600 за метр. Примерно где-то 660. Там еще есть, да? 650-2 миллиона 200. У нас большие апартаменты. Они почти все больше 100 метров, да? Потому что маленькие уже разобрали. Портрет покупателя. Это спортсмены, бизнесмены и регионалы. Есть пару семей с детьми. Есть хорошая инфраструктура вокруг для детей. Но мне кажется, все-таки отельная история, она для детей... Ну, сложно сказать, знаешь. Мы здесь не жили с детьми, поэтому... Но почему-то нам кажется интуитивно, что это место не для детей. Может быть, для взрослых детей, да? Очень место, хорошая локация, да, возле метро «Динамо». Он является недооцененным, потому что многие считают, что это тот же самый ВТБ «Арена Парк», который, собственно говоря, уже давно продан. Но это не ВТБ «Арена Парк». Чтобы это понять, нужно сюда приехать и лично оценить, насколько эти апартаменты отличаются от тех, что были в первой и второй очереди. Это небо и земля. Это комплекс, который не вызвал у меня абсолютно никакого отторжения ни в чем. Ни в дизайне мопов, ни в дизайне самих лотов, ни... Архитектура мне вообще зашла. Светлые тона, там какая-то резьба, там французские балконы. Ну, это... Это уровень, это реальный уровень, поэтому приглашаем всех на экскурсию по этому прекрасному жилому комплексу. Всегда можно в халате спуститься на четвертый этаж. Там есть спа-комплекс, бассейн. Всегда можно прийти, отдохнуть, поплавать, там процедуры, массажи. Также здесь строится рядом спортивный комплекс, где будет абсолютно все сферы спорта задействованы. Плюс ко всему, рядом есть и Петровский парк, и еще Тюмирязевский лес. То есть, пожалуйста, можно пройти погулять. Вы знаете, вот, чтобы это купить, сюда надо приехать. Вы когда сюда приедете, вы отсюда уже просто не захотите выходить. Поэтому приглашаем всех на экскурсию по этому прекрасному жилому комплексу. Наличие ТТК и Ленинградки, ну, знаете, это кто как смотрит. Для многих это будет являться плюсом, это пересечение. Потому что вот мы здесь сейчас сидим, смотрим, и никак вообще не раздражает. Это как аквариум, оно расслабляет. Да, это как аквариум. Просто сидишь, смотришь, вот просто там... Не на рыбок, а на машинку. Да, там просто едут какие-то машинки, и никаких вообще, собственно, проблем в этом нет. А на этом все, друзья. С вами была Ирина Дерюгина, Павел Кулагин и Александр Синев. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Прекрасную Дерюгину журнал покажет наш. Прекрасную Дерюгину журнале на троих папарарампам. Редактор субтитров А.Семкин